Сегодня я хочу поностальгировать вместе с вами от такой игры, как Маша и Медведь, мобильные приложения. Да, оно раньше было доступно, как 7 лет назад уже было доступно, 2014 годе, и Алды вспомнят эту игру. Как там были всякие там эти мультики, связанные с Машей. Ещё также есть почти что такое же приложение, но только с фиксиками. Там где куча этих мультиков про фиксики. Но есть одно но. Придётся платить за первый сезон, за второй, за третий. Вот фиксики и фиксипелки. Здесь есть фиксипелки и есть, ну, типа мультики. Но надо было донатить в этой игре. Что оказалось очень жалко. Ещё также, ну, было раньше такое приложение, это фиксископ. С такими журналами. Ну, я, ну, я, ну, у меня есть, конечно, этот журнал, но, но я не знаю, куда нужно листать, чтобы это найти. А сейчас вообще фиксископ не существует. Точнее, не существует, но... Ну, короче, вы поняли. Так, есть ещё фиксифон. Это раньше тоже было, как бы, ну... А у вас что? Для них это было... Для разработчиков было это легко сделать. Точнее, не легко. И они сделали такой, типа, крутой фиксифон. И какой-то чел раньше сделал на него обзор. То, что было 7 лет назад, блин. 14... Да, челы делали по ней это, ну, видео. Так, кто там ещё? Ну, короче, вы поняли. А ещё так же есть Маша и Медведь-спасатели. Спасатели. А, а, точно, я забыла приложение. А я... Про это... Злоб игры. А ведь это интересно. Взлом игры. Взлом обычной детской игры. Да ладно. Кто-нибудь вообще про это игру успел? Снимал видео или нет? Потому тут это, ностальгируем, как бы. Игра, игра. Вот, прохождение. Итак, всем большой привет. Сегодня мы будем... Подностальгируйте немного. Все мы можем. Закроем. Ух ты, какая штуковина! И, и, и... И, и... И, и... Пот преступник. Спаситесь, я займаин у Соше. Угу. И, и... Да не ой ты. И ты, и, и, и... Да не ой ты. Так, всем пока, ой, господи, я это записываю, сейчас.